Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавер, и это игра Surviving Mars, и у нас новая новость. Новая новость, хорошо сказано, да? Короче, давайте почитаем. На Марсе впервые родился человек, сущие чудо новой эры. Колонисты всегда были своего рода семьей, а больше всего укрепляет и усиливает семью, общение, обещание новой жизни и лучшего будущего. Нам доверили очень почетную ответственность нести факел надежды. Пусть эта новая жизнь станет символом для всех людей. Марс перестал быть мертвым миром. Эффект, колония получила положительную оценку, можно пригласить новых колонистов с Земли. Друзья мои, круто, круто, очень круто. Мы продолжаем, это игра Surviving Mars, давайте мы убавим немножко скорость. И посмотрим, что у нас здесь делает этот транспортер. Транспортер у нас выгрузился, молочина, вообще красавец. Я тут заметил, у нас есть хорошее количество, очень хорошее количество ресурсов. Это вот здесь вот, ну, тут как бы мало, 8. Но мы наберем вот эту вот штуку, вот это вот, это вот количество металла, скажем так. Это металл на Марсе, да? Вот таким вот образом выглядит металл на Марсе. И давайте же посмотрим, что с этим человеком делать. У нас родился человек, значит, это означает, что у нас не 12 человек, а 13. Что для этого нужно? Если я не ошибаюсь, мы здесь можем построить ясли. Я здесь видел ясли, ребятки. Вот она школа, игровая площадка и ясли. Это очень круто. Но, но, в первую очередь, нет, давайте все-таки ясли сейчас сделаем. Ясли, так, это у нас, блин, здоровая такая штукенция. Да, очень здоровая штукенция. Так, чтобы я видел, как это выглядит, построим ясли. Так, где-то вот здесь. Да, вот где-то вот здесь будут у нас ясли. Наступила ночь. Ясли построим. После этого у нас будет, наверное, игровая площадка и школа. Давайте посмотрим. Ух ты ж, ёк, колэмэнэ, блин. Побольше штуку не смогли сделать? Охренеть. Такс, это, это есть нехорошо, школа. А как тебя куда-нибудь передвинуть могу? Утилизация, уничтожить. При утилизации будет возвращено. Кстати, возвращаются. Хорошие такие штуки. Хорошо, гастроном, тогда мы удалим. Удалим гастроном. Ребят, давайте удалим. Наверное, это жестоко будет, да? Удалять такую штуку. Всё, утилизировали. Полностью. Представляет колонистам готовые блюда, бла-бла-бла, пища. Давай полностью её убирай отсюда. Полностью, полностью, полностью. Мне она не нужна, вот эта штука. Гастроном, я сюда поставлю школу. Построю школу. Давай, 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 давай. Забирай, забирай. Всё подряд забирай. Отлично, молодцы, вообще красавцы. И в это время я кое-что хочу ещё сделать. Жилые блоки. Квартиры я ещё не могу делать, да, квартиры? Друзья, у нас тут была возможность вроде квартиры делать. Ага, это у нас... Это у нас изучается, это у нас изучается. Но пока мы это изучим, мы, наверное, сделаем тут обычные квартиры. То есть, жилые. Обычные жилые блоки, потому что мы позовём сюда новых жителей. Так, здесь они строят. А как убрать это полностью? Представляет колонистам готовое блюдо, это я понимаю. А как убрать? Он убирает? Или он не убирает? Так, здесь он строит ясли. Это хорошо. Вот эти вот куда поедут? А, нет, они поедут туда строить. А я могу полностью убрать, получается, да? Блин, школу тогда мне не построить. Твою же налево, а? Так, с ясли готовы, как я понимаю. Смотрите, это у нас ясли. Вот такие вот у нас... Нет, это игровая площадка. Нет, это ясли. Это ясли. Окей. А игровая площадка, могу я построить игровую площадочку? Текс, квартиры, жилые блоки, школа, игровая площадка. Не площадка, а площадка, текс. Наверное, вот здесь и засунем. Наверное. Не знаю, нужна нам игровая площадка или нет. Ну, пусть будет. Пусть будет. Блин, к сожалению, я не могу убрать полностью эту постройку. Для этого, как я понимаю, нужны определенные навыки. Ну, типа, вот это вот, расчистить. Чтобы убрать постройку полностью, требуется технология вывод из эксплуатации. Инженерия. Йоколомене, блин. Что у нас с инженерией? Ну, после этого, надеюсь, будет. Очень хотелось бы изучить вот это вот быстренько. И потом, чтобы появилась вот эта штука. Блин, нельзя ее удалить? Нельзя. Хорошо. Пусть восстанавливают. Давай, восстанавливайте его. Я понимаю, что 10 бетона надо на это. Но я не знал. Не знал, что можно, что нельзя удалить. Так, ты у нас собрал металл? Да, собрал 8 металла. Давай сюда собирай. Здесь у нас целых 59 штук металла. Он находится очень далеко. Чтобы вы понимали, это довольно далеко для него. Он двигается очень медленно. Я решил проблемку. На прошлой серии решил проблемку. С инженерией у нас сейчас энергии хватает всегда. У нас все работает. Но появляются шлаки. Это очень плохо. При выработке, допустим, той же воды, того же бетона, у нас появляются шлаки. И для этого нам нужно построить с вами свалочку. Вмещает 70% 70 штук шлак. Появляются в результате добычи полезных ископаемых. Это хорошо. Где у нас будут шлаки? Где? Так, где у нас ракурс-радиус? Ракурс-радиус. Ракурс-радиус. Наверное, шлаки у нас будут. Будут-будут. Будут шлаки. Шлаки будут. А будут они... Короче, здесь будут у нас шлаки. Но шлаками заниматься будет только вот этот вот... Вот этот вот аппарат. Это у нас дистанционно управляемый аппарат. У него два дрона. И шлаками как раз его два дрона будут и заниматься. Он их сейчас зовет к себе. Вот, смотрите. Два дрона. Я ему оставил только два. Было больше, я ему оставил только два дрона. Да, у самохода это я знаю. Служат мобильной базой. Знаю, знаю, знаю. И строим базу. Кстати, у нас там какая-то ракета готова. Сейчас, секунду. Свалочку. Не базу, а свалочку. Строим. Подальше. Подальше от всего этого. Так, секунду. Вот так вот. Вот где-то вот здесь будут у нас свалки, ребят. Вот. Это Марс официальный радио. Я Пенем Эскалин. Свалка раз. Что тебе надо-то? Слишком далеко от работы еще от своего дронов. Да сейчас будет. Сейчас все будет. Что ты паришься? А что нужно для стройки свалки, кстати? Ничего. И еще одна свалочка вот здесь. И, конечно же, еще одна свалочка вот здесь. Потому что нужно будет. Нужно будет больше свалок. Все. У него два дрона внутри. Вот они. Два дрона внутри. Не-не-не-не. Дальше, 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 дальше. Вот здесь. Остановись. Вот где-то вот здесь вот. Посмотри на его радиус. Радиус действия с его дронов. Но в дронах. он охватывает как бы вот только вот эту вот зону как я понимаю да вот эту вот зону и как раз достанет до туда во это хорошо это есть неплохо чё-то тебе надо-то подзарядочка отлично так с нашла со шлаками надо будет и здесь разобраться друзья у нас есть готовый аппарат так заставляет ресурсы или пассажиров земли после заправки может быть отправлен назад смотрите мы на прошлой серии создали с вами нефтезавод то есть топливный комбинат он у нас вырабатывает топливо сейчас я вам покажу как топливо выглядит вот она одна штука топлива бочонок с топливом я им поставил здесь топливный склад но они не на склад все засунули в этот сразу же в ракету так что мы и отправляем домой без никаких ресурсов потому что у меня еще нет завода на подземные металлы так что отправляем его просто домой как тебе отправить то так запуск отлично пошел но запуск доставляет не 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 без дронов тихо без дронов дроны останутся здесь тихо 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 без дронов без дронов ушел без дронов да ушел без дронов отлично смотрите первый запуск а с марса допу запущена ракета у нас достижение я хочу даже это вот заскринить есть возможность заскринить это у нас делается режим фото меняется время суток вот так вот вот так вот так вот так пусть он вылетает отлично тихо не то не то нажал давайте завидок режим фото сделаем и как это у нас делается еще раз время суток давайте мы поменяем время суток выключить интерфейс и каким-то каким-то чем дальше не крутит 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 отлично сделаем короче фоточку фоточку сделаем вот такую вот вот допустим вот так вот и вот так вот и даже здесь можно нажать на сделать снимок попля как он делать снимок интересно окей снимок сделали дымочек попал сейчас у нас еще забагуется блин игра надеюсь этого не произойдет не нормально нормально не багуется все жикарно из режима из фоторежима мы вышли смотрите как ракета у нас удаляется от нас вот вот-вот-вот ракета улетает мне интересно куда она улетит за да полностью летела vehicle battery low это у кого тебя да он уже собрал 26 штук металла ну давай давай собирай дальше собирай дальше и как раз ты улетишь ну как бы доедешь до дома сто процентов так минус одна ракета друзья мы можем позвать к себе одну ракету с людьми мне нужны люди но пока что не могу я могу купить ракету не хочу покупать ракету потому что жду пока вот это вот прилетит туда и но на землю она прилетит его быстренько отправим обратно людей так с аппарат с малым зарядом это мы знаем с марса запущена ракета у нас есть ачивочки смотрите важные вещи бонусы за сложность 145 процентов сложности вроде бы как счет очков у нас мы что мы сделали просканировали аномалию это у нас ачивочка с марса запущена ракета на марсе найдена вода построен купол на восьмой день что значит sol 8 sol 1 sol 13 sol это один днев один марсианский день он называется sol потому что один sol это будет по-нашему 25 часов на земле сутки 24 часа на марсе один день это 25 часов поэтому называется sol потом первый человек на марсе на 13 день первый марсианин на две девятнадцатый день ну или sol получен урожай в 18 день и у нас вот столько еще много короче ачивок можно до добиться как короче вот такие вот нюансов так что у нас здесь ботаники делают еду мало людей видите это у нас вот такая вот у нас смена одна смена вторая третья и только два человека из трех работает в одной смене здесь нормально здесь также два человека из один человек из двух человек работает в этой смене в госпитале более-менее получше это не еще не построили детский сад кстати ну ясли типа один маленький малыш где он чем он не туда его тыкает короче где-то он есть в больнице что они делают в больнице мне интересно посмотрим кто-то сидит за компьютером это по ходу врач компьютер не работает то она наверно не экономит энергию наверно так что у нас дальше так все этот у нас собрал ресурсов больше здесь как бы в него ничего не влезет так что мы его везем домой ребятки напоминаю кому нравится игра мы просканировали сектор и там очень много всего блин так с металл 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 едет сюда но не 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 чё тихо а нормально 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 вот сюда выгружай ресурсов отлично отлично едет едет шикарно ребятки сектор просканирован нам просканировали один сектор это о как много ресурсов есть даже подводы подземные ресурсы наконец-то мы еще не готовы разрабатывать найденные под поверхностью залежи металлов когда на марс прибудут колонисты они смогут задействовать металло экстракторы так у меня же есть люди прибудут колонисты у меня же есть люди я сейчас не могу пока еще строить да металл экстрактор экстрактор редких но ты редких мед вот есть все есть все у нас есть но нужны еще колонисты но дело в том дело в том чтобы они у нас вытаскивали что и чтобы они когда короче здесь начали добычу металла это нам надо здесь построить купол это есть не очень легко то есть нам пока что один купол хватит я хочу просто сюда еще заселить немножко людей вот здесь вода и да здесь дома вообще пустые здесь у нас люди короче еще два места еще есть свободных мне интересно вот ракета 26 процентов долетай давайте немножко ускорим процесс игры и посмотрим по энергии у нас все нормально топливо у нас добывается шлаки до отсюда убирают вот эти вот дроны с помощью этого дистанционно управляемого аппарата добывают не добывает а убирают шлаки отсюда есть тоже много шлаков так что у нас по по резам что он делает он уже выгрузился да тогда пошел дальше давай раб не энергия давай загрузить немножко ему надо зарядиться зарядить немножко энергии блин как тут светло в чем дело нет людей блин нет рабочих гастроном в магазине никто не работает блин мало работников предупреждение дает я знаю а где они почему мало работников то а это была ночь может ночью как бы они не работают да это было ночью ночью они просто не работают вот вот человек появился все отлично чего-то паникуете не понял мало людей мало людей малыш вырос мне еще не вырос у меня есть кстати даже пенсионеры если я не ошибаюсь у меня реально уже есть пенсионеры как определить пенсионеров бездомных 0 свободные места в яслях 7 свободные свободно короче жилье свободное есть ренегаты отключенное место работы в вакансии безработные в поиске работы ну безработных у нас нет еда вроде добывается здесь кто-то в парке сидит не понял мэдисон джефферсон чё тут делаешь не понял форме азартность меланхолия впереди планеты всей работает в госпитале родина америка из америки женщина так госпиталь вот он у нас а чё ты там везешь то ты кому-то металл везешь то сюда что ли нужно это вот обслуживание в госпитале она бы сюда блин пришла потому что здесь есть еще одна это вот одно место смена закрыта почему это пусть работает и ночью хотя не пусть ночью все-таки не работает пока что пока что у нас у людей как проблем нет так что у нас есть мне нужны люди мне нужно чтобы эта вот ракета долетела потом мы возьмем одну ракету обратно с людьми обязательно что-то нас тут и да заканчивается к хотя бы как бы здесь тоже есть и да так что он он делает он приехал то есть он зарядил свои как говорится ресурсы свои батареечки и пусть добывает металл здесь у нас находится 37 штук металла как раз ему хватит кстати я забыл разведчик а ну-ка быстренько сюда ты у нас заряжен здесь у нас есть вот эта штука аномалия так что мне о появилось кое-что подземные нагреватели так с подземный нагреватель мне по идее не нужен потому что у нас вроде бы не так уж и холодно физика но по-любому надо будет изучить подготовка почвы биотехнология ферма я вроде могу еще одну ферму то есть не так это все-таки я не знаю вы изучать не изучать это на что центр управления дронами пусть будет я могу сейчас центр управления дронами построить ага да пусть пусть изучает я не могу пока что к сожалению не могу значит пусть изучают здесь только одна аномалия до одна аномалия и бетон есть залежи бетона залежи металлов да и воды хорошая местность хорошая придут новые жители ребят мы сюда быстренько построим этот завод по ископаемым короче подземные редкие металлы до будем добавить редкие металла чтобы отправлять на базу но смысле на землю и зарабатывать деньги так с энергией нормально все ресурсов у нас вроде достаточно так что здесь мы еще хотели построить это вот построили смотрим the first colonists are all gamblers coming to марс так всем привод по первопроходцам так или иначе не не чужд двух дух авантюризма ведь полет на марс то еще рулетка колонисты преодолевают 80 миллионов километров чтобы попасть в каменистый негостеприимный мир и попытаться починить починить его воли человека было бы так далее так совету основателя медисон джефферсона есть черта азартность один парень нас стал азартным давайте посмотрим ну ладно какой ну ладно блин где тут медисон джефферсон что с ним делать инженер подготовленный к миссии кузнец лучшего будущего для человечества посещает кафе это хорошо работает в госпитале и он стал азартным впереди планеты всей была была у нас казино нет как бы пусть он будет азартным но казино у нас нет так что я его даже строить не буду хрен с ним пусть он будет азартно вообще насрать что я хотел еще построить из всего этого школу школу хотел построить но блин извините полить но но маска вас не будет начать у нас будет люди будут люди не грамотные плохо конечно очень плохо что поделаешь бого это бывает бывает научная лаборатория я бы научную лабораторию построил tax научную лабораторию вот так вот научное бала дори а что она даст strip нет не стройплощадка а научная лаборатория до дроны возведут заказную до заказную постройку как только на стройплощадку будут доставлены все необходимые ресурсы блин что она дает такс еще раз научная лаборатория вырабатывает очки науки это хорошо на очки науки нам нужны для исследования всех вот этих вот технологий это же есть прикольно есть круто так они добывают доставляют вижу дроны ресурсы это хорошо ракета кстати уже прибыла окей идем не сюда а идем вот сюда и взовем ракету обратно пассажирская ракета мне нужны люди здесь мы так и оставим все без недоставков что было но по идее они появляются по-любому все здесь вроде бы я уже добавил охрана нам не нужна геология что-то там людей кстати мало в смысле подходит по чертам только два человека то есть ракета если прилетит ко мне то есть только звуки людьми приедет прилетит или что мест в ракете двенадцать доступно мест в колонии 16 а подходит по этим чертам которые я выбрал только два человека ё-моё а где люди лень не ленивые не нужны ну хрен с ним придется ракету звать двумя человеками были на его это жестоко подходит по часам тогда так так сейчас я разберусь что тут делать да ребятки получается у нас только два человека которые могут к нам прилететь смотрите возрастная группа 0 из этих 0 0 0 0 0 0 у нас только два человека есть среднего возраста это печально это очень печально я даже не знаю даже звать ракету целую ракету с двумя этими персонажами чё забор чего моника кент это моё это вот как говорится имя на ю тубе кент эдгар линкольн вот эти вот обзор я прочитал прочитал подумал что это обзор дал бы это вот вы поняли да но это добровольцы два американца блин так хорошо не два человека брать не буду кстати можно переном переном миновать даже имена ё-моё так стак 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 окей пока подождем тогда вызовем к себе грузовую грузовое грузовую это вот ракету грузовое грузовое так выпариватель что я могу взять с собой могу взять все что хочу по идее выпариватель топливный комбинат генератор стираль о генератор производит энергию закрытый генератор защищен от оседания пыли но производит мало энергии мне интересно сколько он энергии производит так что давайте мы сейчас она беру все что нужно хрен с ним короче ресурсы мне пока не нужны так что давайте все-таки возьмем пассажирскую ракету с этими вот двумя дебилами которые хотят полететь на марс блин больше тут ничего не могу сделать я все уже выбрал только два человека ё-ка ламаны блин а если сделать вот так вот назад будет вот допустим давайте подождем еще один sol еще один день у нас сейчас какой на sol где увидеть где можно это увидеть колнестов 13 ну где соло у нас написано нарисовано ребята помогите мне кто у нас в курсе где узнать сколько важные бла-бла-бла получен урожай 18 sol 1 марсиане 19 ну короче 20 с хером солов у нас вроде прошло и давайте подождем следующего утра чё тут делаешь можно исследовать новые технологии молодец еще красавица аномалии еще есть и аномалии больше нет я могу его туда отправить но он там вздохнет наши общие предки так наши общие предки 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 короче важно наши общие предки дерзнули высунуть нос из уютной обжитой норки бла-бла-бла проанализируйте аномалии 30 к сотому солу проанализировано аномалии 7 и то есть это у нас была такая вот цель по ходу да и надо было проанализировать 30 к сотому солу кстати можем 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 успеть у нас еще сотого соло нет ну 100 дней еще не прошло и 30 к я не знаю сможем ли мы или не сможем проанализировать хрен его знает так с тебя иди сюда домой 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 ты идешь домой потому что там уже мы ничего не увидели аномалии я не вижу так исследуется эта зона и следуется эта зона следующая зона для исследования будет вот это вот вот это вот вот это вот отлично полностью все и все исследуем я бы здесь хотел бы тоже по исследовать но увы пока что рано так что у нас есть ждем следующего дня следующего соло и посмотрим появится ли новый добровольца потому что я реально хочу еще минимум минимум троих четверых или пяти человек более как же дорого нифига за 15 бетона и 8 этого электроники ха это есть не дешево это у нас будет научной лабораториям конечно блин у нас людей по идее не хватит и мне нужны люди больше и больше людей так что у нас здесь эти мы раз тихо не строй ничего такс мы здесь разобрались они делают свалочку ну как бы они накапливают ресурсы свалочка будет сейчас полная надо было только одну сделать и им хватило бы медленно не работает очень медленно вот эти вот работают давайте мне еще одного дрона им даду перевести сюда вот так ты принадлежишь сейчас ему давай иди к нему работать иди туда работай и помогай выносить все это вот дерьмо тут работает работает отлично что у нас водой кстати воды дофига кстати знаете почему потому что мы сделали и вот это вот подземную как бы воду вытаскиваем из воды из земли и выпариватель тоже а с кислородом у нас как с кислородом тоже самое 300 вообще отлично я чуть не могу уже другой купол делать но для кого вопрос для кого делать новый купол если если у нас и так и так как бы тут мало людей так седа вижу новая порция еды поспела пища то есть да тут вырастает все заново и здесь тоже самое шкала начинает заново работать хорошо сколько тебе еще надо еще два бетона один бетон еще один кто-то там несет ведет нет не несут и не везут так ты уже добрался до металла то есть отлично молодец возвращаем тебя на базу и выгружайся маленький так где у нас вот у металла сколько нас еще красавца и бетона много и металла много вообще идеально идеально сколько ярусов то мне интересно давайте здесь наполним полностью заполним как у вас тут топливом 0 это заправка нарисована 0 топлива здесь в этом корабле и 24 топлива здесь значит наши красавцы дроны вот это вот топлива бочки с топливом везут в дельта-1 до дельта-1 это у нас будет дельта а это у нас афина номер один хорошо хорошо так ускоряем время и смотрим исследования что у нас по исследованиям работает работает отлично так стихо что там увидел проект земля марс ускоряет исследования при поддержке организаторов организатора на 100 этого это круто систематическая подготовка была была так 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 собираем и следующее у нас будет вот это вот исследоваться это он что такое технологии открывает технологии открывает возможности возможность полной зачистки у теле у круто пусть будет это вот следующее да потом только нагреватель мне нужен пока что потом это это блин все ним никак не могу это вот изучить офигеть как все долго делается ё-моё офигеть так с ракеты что у нас тут по людям пассажир о 4 человека есть 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 4 человека хорошо все четыре пойдут ко мне все четыре все четыре какая хоть возрастная группа средний возраст а так себя смотрите что пишут не не молодой в колонист скоро выйдет на пенсию но работать может офигенно давай запускать блин пусть летят для 4 человека мне сюда летят ё-моё как же я не экономно трачу все вот эти вот к сожалению ресурсы наши такс ждем короче людей ясли да тут никто же никого же уже нет нет что-то кто тут плачет а тут нужен этот как его на как обслуживание давайте надо обслуживать эту штуку так найдены аномалии круто аномалии от всегда хорошо значит ты у нас пойдешь ухты там бомбежка не надо там же было бы бомбежка нет время интересно нас наш этот транспорт пойдет туда поедет дойдет или нет не знаю не знаю блин там было этот метеор упал или или метеорит или как его там упал так с ракета к нам летит антарес номер один номер номер один летит к нам это очень круто и два человека четыре человека то есть к нам еще прилетят будем ждать его ну него они а их корабль короче будем ждать шаттл друзья мои посмотрите что мы нашли короче в этих технологиях то есть мы можем сейчас изучить улучшение марсианск улучшенные марсианские двигатели для ракет и шаттлов требуется меньше топлива это очень шикарно вообще как бы я наверное даже вот это вот все приостановлю и сделаю наверное вот это но пока что у нас идет проект земля марс это ускоряет исследования при поддержке организаторов на 100 этих очков или как они называются так потом вывод из эксплуатации хотя хотя не знаю пока это подождет оставим все как есть здесь и следующее что можем мы изучить это насчет нервных нервных срывов смотрите когда у колониста случается нервный срыв человек засыпает на 6 часов и просыпается 70 процентов душевного равновесия нервные срывы не приводят к самоубийству и развитию недостатков хорошо это тоже надо изучить все больше трогать ничего не буду буду ждать наземный нагреватель не я не знаю нам не нужен как бы но придется изучить потому что здесь будут дальше в дальнейшем разные много-много-много других технологий которые нам больше дну больше в дальнейшем понадобятся так что у нас здесь у нас здесь не работает этого штука потому что нет людей шаттл наш через 73 ну там наверно через секунд 40 50 даже или может быть меньше а он прилетит и будет у нас еще четыре человека с ресурсами у нас проблем вообще нет я смотрю все работают а чё так мало ты собрал только 7 металла из 30 здесь у нас металла еще есть давай собирай здесь у нас есть 27 металла а здесь у нас есть целых пятьдесят девять металла из 50 это как понимать тут 59 из 50 странно и здесь короче очень большая территория и богатая металла аномалии ты выучил иди до базу на базу на базу тебе вот сюда на базу и сразу же на подзарядочку иди подзарядись текст ракета готова ребята ракета готова это очень круто так ставим сюда и смотрите пассажиры 4 пассажира давай 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 паркуемся где-нибудь где-нибудь это будет этот где-нибудь будет ну две ракеты рядом как бы ничего страшного вроде да хотя че парюсь вот сюда вот и парку его вот четыре человека приземляются шикарно вообще шикарно освещение какое крутое офигенно ты парковаться будешь ждем вот так вот отлично отлично приземляется шикарно и у нас еще четыре человека тоже идеальный расклад вообще фиг более какие же они маленькие по сравнению с этой ракетой офигеть но давай кстати дроны здоровый кстати of a right прилетающие колонисты 4 штуки да я знаю они очень маленький по сравнению с дроном дрон здоровый более какой вид прикольный смотрите вот там вот да как там у нас но блури так как так немножко игра картинку прикольно так 4 человека сейчас зайдут в этот в той побыстрее заходите как они быстро двигаются такси интересно кто они отдача какой отдыхают берем жилые блоки идет в жилые блоки нифига блин работать будешь как им дать работу сейчас посмотрим позволяет выбрать предыдущего колониста это не надо это нашла нанять выберите рабочее место бла-бла-бла он кто работа научный лабора о кстати он сам пойдет на научную лабораторию госпиталь гидропонная ферма научная лаборатория и еще один был работа кафе нифига нифига так с профессия инженерия нанять ты пойдешь знаешь куда вот сюда будешь работать в научной лаборатории мне нужны там люди да там уже работают но будет значит больше тут смена просто есть до смена размена смена этого тоже будет открыта так что пусть работают люди два человека зашли вот сюда чтобы заполнить два свободных места и еще два человека которые сейчас прилетели в этом комплексе жилые блоки будут жить только два человека из 14 это круто короче место не будет дофигища он уже улегся блин а ну типа нам до марса как бы прилететь это вот как-то долго время как бы проходит и надо по чуть-чуть отдыхать нет ресурсов блин отсканировали вот этот участок земли и нет ресурсов там ё-моё давай следующую зону эту сканируй потом эту сканируй надо будет вот это тоже просканировать давайте вот так сделаем что ближе к нам будем сканировать так что ты делаешь все он все достал ресурсы достал едет на базу у него металл металлом будет разгружать здесь ух ты в три яруса даже в три яруса на склад можно выгрыжать ресурсы нихера себе блин вы куда поехали то работает все друзья на этом я думаю можно закончить почему у нас кстати вот этот вот персонаж то есть здесь медисон грант потому что она у меня алкоголик к сожалению он зеленый марс мы исследовали отлично потому что она у нас алкоголик я хочу посмотреть что с ней будет у нее с вообще настроем вот смотрите у нас тут комфорт настрой вообще все шикарно им все нравится наш в нашей колонии все идеально люди работают смотрите в две смены работает офигеть круто но здесь как бы тоже нужно было бы смена потому что еды надо больше но посмотрим когда еды будем будет мало мы их этого не видел как убрать все смотрите как они какие технологичные парни у нас тут о чем-то делает что-то там химичат химичат и химичат работает вырабатывают его еду друзья это была игра surviving марс надеюсь вам понравилось мне игра как обычно говорю нравится буду продолжать у нас все отлично в следующей серии надеюсь у нас будет больше народу сейчас посмотрим сколько сейчас можем не могу даже потому что у нас ракеты сейчас нет на ракету мы заправим так здесь топлива 0 здесь топлива 0 а здесь у нас ракета заправляется еще минут пять и топлива хватит до чтобы отправить следующую ракету на землю и потом обратно к нам если вам все понравилось ставьте пальчики вверх если вы хотите продолжение по этой игре также ставьте пальцы вверх ну типа там лайки вы знаете как это все делается да не мне вас учить и если это так кто не забудьте еще написать свое мнение о игре и какие-то пожелания или какие-то советы друзья всем удачи и всем пока увидимся в следующем видосе а